Субтитры подогнал «Симон» Происхождение виноградной лозы возвращает нас на миллионы лет назад, в Кавказский регион, к югу от Каспийского моря и в Северо-Восточную Анатолию, известные как «Родина винограда». Современные Грузия, Армения, Азербайджан, Иран, Малая Азия и часть России относятся к регионам, откуда виноград распространился на весь мир. Наличие многих местных сортов винограда в этих регионах подтверждает это мнение. Виноградарство восходит к временам первых цивилизаций. Хотя известно, что оно начало свое развитие около 6 тысяч лет до нашей эры, но начало производства вина намного раньше. Более 70 миллионов тонн винограда культивируется по всему миру. Почти 30% этого объема потребляется как столовый виноград. Оставшаяся часть используется в индустрии для создания крупномасштабной экономики. Вместе с потреблением в свежем виде ягоды винограда используются в производстве вин, патоки, пастилы, джема, сока, уксуса, винограда, масла и ракы. Свежие и засоленные в рассоле виноградные листья широко используются для производства сарма – специальным блюдом, наполненным рисом. Наряду с этим виноград используют в изготовлении кондитерских изделий – печенья, шоколада и фруктового йогурта. По данным о мировом производстве столового винограда, Китай является ведущей страной с производством 9 миллионов 600 тысяч тонн. За Китаем следует Индия с 2 миллионами 500 тысячами тонн и Турция с 2 миллионами тонн продукции. Европейский Союз, Бразилия, Чили, США, Перу, Украина и ЮАР являются крупнейшими производителями винограда. Среди стран, которые доминируют на рынке винограда, Турция имеет ключевое место в плане регулирования цен на рынке изюма. Действительно, Анатолия, родина винограда, предлагает более 1200 сортов винограда. Насыщенный большим количеством витаминов группы В, С, Е, виноград также является богатым источником калия, кальция, натрия, фосфора, железа, магния и серы. Доказано, что виноград и виноградный сок снижает риск рака толстой кишки на 50%. Этот целебный плод является сильным очистителем крови и снижает уровень холестерина благодаря инозитолу, содержащемуся в нем. Сегодня многие сорта винограда можно хранить в современных хранилищах более длительное время. Эти возможности хранения винограда помогают найти внутренние и внешние рынки по всему миру, внося тем самым большой вклад в экономику. Успех на хранение винограда в первую очередь зависит от его здоровья и качества. В отличие от яблок и груш, виноград не может продолжать созревать после сбора урожая, поэтому его следует собирать, когда ягоды полностью созрели, и быстро транспортировать в холодильник. Для хранения винограда в течение длительного времени в холодильной камере самое важное – остановить его болезни, такие как, например, пенициллез. Несмотря на то, что виноград после созревания и сбора урожая не продолжает дышать, с точки зрения хранения должны быть приняты профилактические меры против ботритис серы. Существует более 10 методов в сохранении винограда, но наиболее часто используемый способ – это использование газа двуокиси серы. Для этого метода используется метабисульфид натрия, которым пропитывают капроновые и бумажные мешки, МЭП, для модификации условий атмосферы. Сразу после сбора урожая виноград упаковывают в специальную упаковку с модифицированной атмосферой, где пот и поверх винограда укладывают пропитанную в метабисульфиде натрия бумагу и отправляют на хранение в холодильник. Метабисульфид натрия поглощает водяной конденсат, выделяемый виноградом. В результате этой реакции образуется диоксид серы, который накапливается в мешке. Это наиболее часто используемый метод борьбы с плесенью во время хранения винограда. Во всех этих процедурах очень важно контролировать свойства нейлоновых мешков, срок годности бумаги, газа в мешках и уровень влажности в помещении. Для того, чтобы сохранить хорошее качество винограда, предназначенного для длительного хранения, его сначала отправляют в камеру предварительного охлаждения, а затем складывают в основной камере охлаждения. Поскольку у разных сортов винограда уровень сахара и уровень температуры замерзания отличается, температура должна быть контролируемой. Для длительного качественного хранения виноград должен быть помещен сразу в камеру предварительного охлаждения, а после хранится в полиэтиленовых мешках, изготовленных специально для винограда, при 1 градусе Цельсия. После этих процедур виноград может храниться в течение трех месяцев без порчи. Однако при наличии и с помощью опыта, и хорошего контроля, виноград может храниться до пяти или шести месяцев.